Всем привет! 20 июля 2017 года. Это Орландо, Флорида, США. И я вспомнил вопрос о том, где я путешествовал. Попросил человек поделиться впечатлением, может быть, какими-то советами. И вот, собственно, делюсь. Путешествовал я, к сожалению, не очень много. Поэтому, но где путешествовал, расскажу. Ну, начать с Америки, про Флориду не буду рассказывать. Это уникальное место. И действительно, здесь здорово жить. Никогда не скучно, есть куда поехать. И сюда люди ездят и летят побывать. А когда здесь живешь, вот он, собственно, рай по большому своему. Расскажу про более дальние места. В Америке я еще был в Нью-Йорке и Вашингтоне. Четыре года назад я там был. И был два года назад в Нью-Йорке. Значит, про Нью-Йорк у меня даже два, по-моему, видео я снимал. Такие подробные, где я разжевывал, что как, по стоимости, там все-все-все. Уже тогда повторяться не буду. В общем, скажу, что, конечно, если вы летите в США, прежде всего, пожалуй, нужно действительно, ну, Нью-Йорк проехать, ну, никак нельзя. Это действительно воплощение того, что мы видим в фильмах. И вы окажетесь как на съемочной площадке. Это уникальное такое место. И я очень люблю Нью-Йорк. И именно Манхэттен. Несмотря на то, что он, казалось бы, небольшой, там, четыре километра на сколько, на двадцать. И то не вся часть его красивая, только вот центральная. Но хватает надолго там впечатлений побыть. Первый раз я там гулял восемь дней, второй раз, читаю, дней пять. И могу сказать, что не все еще обошел. Город очень хороший для дешевого туризма, потому что все достопримечательности наружи, так скажем. И, пожалуйста, гуляй не хочу. Все в открытом доступе. Вот, дальше что про Вашингтон. Вообще, скажу, что тоже очень интересный город. Это, конечно, более уже такая стандартная одноэтажная Америка. Но когда, опять же, вы видите вот эти здания, там, Капитолий, Пентагон, там, этот монумент Вашингтону, монумент Линкольну, то есть те места, которые, там, Белый дом, да, те места, которые вы видели всегда в новостных выпусках и в тех же, опять же, фильмах, это тоже такое сильное впечатление. И оно все так компактно там находится, вот на одной вот этой вот аллее, да, буквально. И, конечно, здорово. Монумент 9.11 теракту, там, тоже же самолет врезался в здание Пентагона. Тоже монумент такой, сильный такой. И, ну, город, город интересный, но там, в принципе, 2-3 дней хватит. Единственное, что там практически все эти музеи бесплатные, и они очень хорошие. То есть там музей воздушной техники очень большой, очень много музеев. И вот если и по ним ходить, конечно, больше времени нужно. Там вы почувствуете историю, вот, демократии Америки и политики. Вот кому интересна политика, прям вообще очень-очень рекомендую. Дальше. В Европе я побывал в Испании. Всего лишь, да. Но впечатления очень здоровские. Страна очень-очень понравилась. И это одно из мест, куда вот хочется вернуться, мне, по крайней мере, точно. Я был на побережье, значит, Средиземного моря. Я забыл, как город называется, но он рядом с раскрученным таким курортом, Ларе-дель-Мар. Но Ларе, я туда поездил несколько раз, потому что он буквально там чуть ли не соседний с моим городком, где я был. И я там почувствовал себя стариком. В мои там, сколько мне было, года 23-24, не помню точно. Я почувствовал себя там стариком, потому что там супер молодежный, молодежный курорт. Там прям дети 14-15 лет, там максимум 18, собирают с какими-то огромными толпами. Все ходят там, попивают, покуривают и что только не делают. Дискач круглые сутки. И вообще движуха, движуха, движуха. Кто любит вот движуху, танцы, шманцы, обниманцы, всем туда. Мой городок, где я жил, где моя гостиница была, это была полная противоположность. Это был такой старческий, можно сказать, городок. Очень спокойный, прибрежный, с шикарным пляжем, напоминающим пляжи Америки. В плане того, что он широкий, длинный, и нет вот этого стаблотворения народа, как на наших узких пляжах на Черном море. И, конечно, очень здоровское море, чистый пляж, чистое море. Очень здорово покупаться. Но городок такой очень уж спокойный, такой маленький, тихенький. Но испанцы жутко шумные. Я был в шоке, какие они шумные. И здесь я убеждаюсь в этом. Выходцы из Испании, очень шумный народ. И они могут тебе орать на ухо, и не считать это за оскорблением. То есть это нужно принимать и просто пожимать плечами. Они говорят не только ртом, как мы. Они говорят всем лицом, всей мимикой, всеми глазами, всеми руками, ногами. Мой номер находился на третьем, четвертом этаже. И внизу был бар. Ну, как бар. Барчик. И просто как в фойе. И он выходил окном таким прорезным, большим на улицу, на тротуар. Улица спокойная, простой такой вообще переулочек. Там стульчики прям стояли на тротуаре. И в один день, когда очередной был какой-то дикий ор вообще, я не мог спать. И я спустился ругаться. Я думал, там реально много людей. Но оказалось, что там всего лишь бармен и два типа сидели. Я был в шоке. Я просто понял, что это... Ну, это не перевоспитать. Я не могу со своими правилами людям здесь их строить. И потом я просто купил наушники. Ой, в смысле беруши. Только так я мог спать. Народ очень шумный. Другой момент. Там я сидел в кафе. Тоже мне показалось, что зашла футбольная команда. Но это просто были три женщины, которые сидели через столик и просто общались. Они не ругались, а просто они вот так вот общались. Капец. Вот. Очень дорогая еда была, я помню. Ну, я сейчас четких там цифр не вспомню. Но в туристическом месте, в обычном каком-то задрепещенском кафешке, там, что-то необычное, там, рыбка, гарнир, там, и все даже без выпивки выходило, там, по 20 евро. Это, конечно, дороговато прям, я помню, и да, дороговато была. Вот съездил я на экскурсию в Барселону, конечно. Этот город просто меня убил, просто потряс. Очень здоровский город, вообще всем советую. Очень красивый. И для меня это стал город балконов. Я вот так для себя вот определил. Потому что, ну, вот как-то вот в Ростове, допустим, своем, я замечал очень много вот в старой части резных, там, старых дверей. Фотографировал их всегда, как-то у меня вот внимание приковывало. В Барселоне я заметил, что это балконы. Весь центр, а он там большой, не просто одна-две улицы. И каждый практически дом, вот, выделяется какими-то красивыми балконами. Причем они могут быть не в нашем понимании балконами, куда прям ты выходишь, а это могут быть цветочные балконы, это могут быть декоративные балкончики, это могут быть и полноценные балконы, закрытые, открытые, кованые, каменные, резные, современные. В общем, ну, просто бомбес. Конечно, поразили эти все дома Гауди. Смотря на них, я понимал, что, боже, неужели вот у людей столько вообще фантазии, столько ума, и что ты дал для мира, и что ты после себя оставишь, и ты, конечно, себя чувствуешь просто ничтожеством и никчемным. Вот. Что еще? Люди такие, все приветливые, испанцы такие горячие. Там вот этот базар, очень старый, знаменитый, прикольный. Там хамон покушать, конечно, здорово. Набережная там очень красивая. И мне еще запомнилась там насыпная искусственная набережная с торговым центром. И очень красиво так палубно сделано вот это вот, как островок. Очень так по-современному. Отличается вот от старой части города. Такой мост идет красивый к ней. Там кафешки тоже такое все. Вот. Что еще? Что еще? До Мадрида я не добрался. Но, в общем, Барселона, конечно, это стоит увидеть. И потом там, значит, две горы такие. Вот эта плата, как бы центр города. А потом идет две горы. Тоже каждая из них уникальна. На одной из них там такой белый храм красивый. Там парк аттракционов. Кстати, недалеко от Барселоны хороший очень парк аттракционов Авентура. Считается одним из лучших парков для взрослых. Ну, вот как здесь Универсал, так вот там парк Авентура. Но не удалось мне, я не успел добраться, к сожалению. Потом еще за городом там хорошие атлеты очень с хорошими ценами есть. Да, вот, в общем, вторая гора в Барселоне самой, значит, там концертная площадка большая. Там Мадонна выступала. Мне тогда запомнилось почему-то от гида. Потом там канатная дорога со стеклянным полом. Но тоже там какая-то тоже крепость интересная. Вид очень красиво открывается. Ну, в общем, Барселона, конечно, очень-очень понравилась. Что еще? Уже 11 минут. Я, пожалуй, разобью видео. Про другие страны я расскажу в другом. Дабы не затягивать. То в последнее время у меня очень долгие видео. По полчаса. Это не очень, наверное, хорошо. Все. Вот такие небольшие ремарки. Кому интересно, посмотрите. Я по ссылке прикреплю насчет Нью-Йорка. И часть вторую, где я еще побывал в Азии. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok